Сохраним свои дома для будущих поколений. Таков девиз региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В Северском районе в рамках программы в этом году отремонтированы 24 многоквартирных дома в Станице Северской и поселках Афибском, Черноморском, Ильском, Октябрьском. Проведены капитальные ремонтные работы крыш, фасадов, заменены лифты, системы электро- и водоснабжения. В поселке Ильском по программе капитального ремонта заменена система электроснабжения по улице Первомайской, 50А, на сумму 256 тысяч рублей. Система отопления по улице Октябрьской, 22. В доме 126В по улице Партизанская заменена крыша на сумму 860 тысяч рублей. При ремонте учитывается и мнение граждан. Особую ответственность, конечно, несет старшая по дому. Она и не только передает просьбы. Граждан видит и свои замечания, и в результате всей такой совместной работы получается неплохое качество ремонта. Жители дома 126В оценили труд всех, кто принимал участие в восстановлении крыши. Очень довольны работой ребят, которые сделали нам новую крышу. Благодарим администрацию, всех причастных к этому людей. У нас крыша была неблагополучная, она у нас падала от снега в 2003 году. Ее немножко реконструировали, но проблем было очень много. Сейчас мы очень довольны. В станице Северская в рамках программы капитального ремонта заменена электрика в доме номер 52 по улице Запорожской. Работы проходили по графику. В этом году нам сделали капитальный фонд капитального ремонта, провел нам работы по замене электричества. Счетовые поменяли нам, счетчики нам новые установили. За что мы благодарны фонду капитального ремонта и подрядчикам, которые у нас работали. До конца 2019 года в Северском районе в рамках программы капитального ремонта планируется завершить работы в трех многоквартирных домах поселка Черноморского. Руслан Лов, Владимир Галузский, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». 11 сентября в России отмечают День трезвости. Северский дом культуры провел акцию, приуроченную к этой дате. Студенты Краснодарского краевого колледжа культуры, учащиеся 43-44 школ, ученики Азовской гимназии прослушали лекцию о вреде алкоголя. Что такое алкоголизм? Как с ним бороться? Для этого существует три вида профилактики. Первичная, вторичная и тридичная. У нас сейчас с вами первичная профилактика. Все считают, что до 17 годов формируется в организме инфекция печени, чувствуется зрелым. Я вам скажу, как доктор, психика формируется до 29 годов. Человек полноценно становится зрелым и многое понимает. Но иногда это бывает уже сложно. Здоровый образ жизни – это спорт, правильное питание и активный отдых. Позитивное мышление поможет сформировать интересное хобби, музыка или танцы. Артисты Северского дома культуры подготовили ряд концертных номеров для приглашенных. Всего в акции приняли участие более 80 человек. Главная мысль мероприятия – алкоголь – проблема не только одного человека, а всего общества в целом. Тем более, что алкоголизм давно признан заболеванием. Трезвость – это естественное состояние личности, возможности реализовать свои способности и таланты. Андрей Котовский, Елена Миркотан, Владимир Галуцкий, Алексей Попов, телерадиокомпания «Атаман Станица Северская». 11 сентября стартовал новый сезон состязания «Игры разума». «Игры разума» – это ежегодный конкурс, который проводит Управление по молодежной политике Северского района среди студентов и старшеклассников. Районные знатоки собрались в молодежном центре «Этаж». Между собой соревновались команда Ильского политехнического техникума, студенты Краснодарского краевого колледжа культуры, учащиеся Ильской школы номер 17 и 44-й школы Станицы Северской. Ребята отвечали на вопросы из самых разных областей знаний. Задания на «Играх разума» носят не только интеллектуальный, но и творческий характер. Победу одержали студенты Ильского техникума. Директор Центра молодежи Северского района Юлия Нирман вручила ребятам почетные грамоты. Далее победители продолжат участие в следующих играх сезона 2019. Лучшие хоровые коллективы Северского района выступили на одной сцене. В Станице Северской прошел фестиваль-конкурс хоровых коллективов с песней по жизни. Праздник проходит уже четвертый год подряд в парке имени Пушкина и объединяет всех любителей фольклора. Я уверена, что каждый из вас уже сегодня чувствует себя победителем, потому что делаете свое дело отлично. Победы вам, счастья, мира, благополучия. И каждый обязательно уже сегодня победил. Удачи всем! В предстоящем 2020 году наша страна отметит 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Поэтому репертуар коллективов в основном состоял из песен военных и послевоенных лет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Участники мероприятия выступали в трех номинациях – хоры, ансамбль и солисты. Оценивало исполнительское мастерство участников компетентное жюри. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По результатам фестиваля первое место в номинации «Хоровые коллективы» занял народный самодеятельный коллектив «Хор ветеранов русской песни» Ильского Дома культуры. Лучшими в номинации «Ансамбль» стал ансамбль казачьей песни «Казачья душа» из станицы Северской. В номинации «Солист» победила Надежда Исауленко из поселка Афибского. Руслан Лов, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». В Северском районе поздравили работников нефтяной и газовой промышленности. Торжественное мероприятие прошло в Афибском Доме культуры. Афибский нефтеперерабатывающий завод занимает лидирующие позиции в своей отрасли на юге России. Помогает развивать инфраструктуру и принимает активное участие в жизни Северского района. Афибский нефтеперерабатывающий завод занимает лидирующие позиции в своей отрасли на юге России. Помогает развивать инфраструктуру и принимает активное участие в жизни муниципалитета, за что огромное спасибо руководству. Высокотехнологичное производство и постоянное стремление к развитию позволяют вам с каждым годом добиваться всего новых и новых успехов. Постоянно завод оказывает нам помощь школам, детским садам, больницам. Поэтому я желаю только здоровья, только благополучия, стабильности и уверенности нашему Афибскому заводу. С праздником! От всей души хотел бы поздравить вас и себя с нашим профессиональным праздником. Пожелать вам здоровья, счастья и успехов во всем. В этот праздничный день более ста заводчан получили почетные грамоты и благодарности. На церемонии чествовали работников, чьи фотопортреты размещены на доске почета и занесены в книгу почета предприятия. Глава Афибского городского поселения Юрий Коваленко наградил Афибчан, которые трудятся в нефтегазовой отрасли медалями, за особый вклад в развитие поселения. Успехов вам, удачи! А нашим жителям, нашим работникам завода благополучия, счастья, мирного неба и всего самого хорошего. С праздником! Самым ярким моментом праздника стало награждение победителя конкурса «Лучший по профессии», который проходил на НПЗ в течение четырех месяцев. Также гостям мероприятия ожидал приятный сюрприз. В мини-роликах, показанных между награждениями, дети заводчан рассказывали о профессии нефтяник и поздравляли мам и пап с профессиональным праздником. Завершилось мероприятие выступлением творческих коллектив студентов Краснодарского краевого колледжа культуры. Народные приметы и суеверия. Казалось бы, они не имеют под собой никакого логического обоснования. Но даже в 21 веке люди по-прежнему остерегаются черных котов и разбитого зеркала в доме. Самым нехорошим днем считается пятница 13-я, хотя боятся его далеко не все. Я не верю в плохие приметы и, наверное, всегда думаю только о хорошем. Поэтому у меня семья, двое детей, все хорошо. Такой же день недели, как и все остальные. Да ну бросьте, это уже пережитки прошлого. 13-я пятница, как обычный день. 13-ть вообще не счастливое число. Чертова дюжина называют его иначе. Плохих примет почему-то больше, чем хороших. Нельзя свистеть, не будет денег, а рассыпанная соль обязательно приведет к ссоре. Я оптимистка по жизни. Мне все, что не случается, все к счастью. Суеверия до сих пор актуальны, потому что передаются из поколения в поколение. Вот и живут приметы тысячелетиями. Поэтому даже заядлые скептики носят от сглаза булавочку и знают, что посуда в доме бьется все же к счастью. У англичан, у славян 13-е, это счастливое число было. Черные кошки тоже к счастью. Если пройти вот так, стол, то можно поругаться. И все. Больше ни во что не верю. А вот в странах Востока все по-другому. Там боятся цифры 4. В Японии, Корее и Китае число 13, напротив, приносят удачу. Свадьбы и другие торжества, напротив, стараются проводить именно в этот день. Великая Отечественная война. Один из самых трагичных периодов в истории России. Но победа была достигнута не только выучкой и воинским духом. Значительный вклад внесли военные конструкторы. Во время войны создавались машины, которые впоследствии стали легендой. Одна из них – танк КВ. Он назван в честь Клима Ворошилова, героя гражданской войны одного из первых маршалов Советского Союза. Никакая немецкая артиллерия КВ не брала. Иногда помогали зенитки с крупным калибром. Но часто и они не справлялись. Командующий немецким моторизованным корпусом Рейнгард вспоминал. После долгого боя нам пришлось отступить, чтобы избежать полного разгрома. Гигантские русские танки наступали по всему фронту. Один из них приблизился к нашему танку и буквально вдавил его гусеницами в грязь. А затем впечатал в землю, стоящую рядом гаубицу. Некоторые слабые стороны у танка все же были. Проблемы с трансмиссией и поворотом башни. Но даже при этих минусах Клим Ворошилов творил на фронте чудеса. Так, в июле 1941 года в Литве, в районе местечка Рассиняй, один КВ сутки сдерживал наступление немецкой танковой группы. Правда, позиция была очень удобна для обороны. И подобных историй множество. Фронтовики дали высокую оценку тяжелому танку, который прекрасно показал себя в самых кризисных ситуациях. Сегодня машина по-прежнему популярна, но уже в среде киберспортсменов. В мире виртуальных сражений КВ – один из самых известных танков. Таким образом, легенда Второй мировой войны продолжает жить и в наши дни. У побережья Лазурного берега во Франции собрались лучшие дайверы со всего мира. Здесь проходит глубинный чемпионат мира по фридайвингу по правилам AIDA. Мужчины соревнуются в дисциплине «Свободное погружение по тросу». Российский фридайвер Алексей Молчанов спустился на глубину 118 метров и завоевал золотую медаль. Этому состязанию предшествовал день плохой погоды с холодным ливнем и шквальным ветром. «Сегодня было намного теплее, поэтому я чувствовал себя прекрасно. У меня была хорошая разминка. И погружение было удивительным, очень спокойным и уверенным. Я чувствовал себя очень уверенно». Серебро взял француз Абделя Тиф Алуа. Он нырнул на 111 метров. «Мы по-настоящему погружаемся в этот процесс. Есть только ты сам и то, что ты делаешь. Больше ничего не существует. На нас не действует ни погода, ни температура, ни звуки». Алексей Молчанов – действующий рекордсмен глубинного фридайвинга. В прошлом году он нырнул на 130 метров. Спортсмен также завоевал больше двух десятков золотых, серебряных и бронзовых медалей. МЧС России предупреждает. Регистрация маршрута – гарантия безопасности. «Безопасность» начинается с тебя. МЧС России. «Смотри, и правда размер за год увеличился». «И давно вы за размером следите?» «Мы? Каждый год. А ты?» Узнайте размер вашей будущей пенсии через свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Проверьте, платит ли работодатель за вас страховые взносы, количество ваших пенсионных коэффициентов и какую страховую пенсию вы уже заработали. О, а давайте размер моей пенсии посмотрим. Пенсионный фонд России. Откуда их взять? Дети, теперь о грустном. Идите сюда. Мы посчитали наши расходы и доходы. Дело в том, что мы запланировали только одного из вас. Андрей, останься. А вы уходите. Мама, остановись. Не делай этого. Не убивайте свое будущее. А вы уходите. А вы уходите. А вы уходите. Субтитры подогнал «Симон»